А вот этот балкон, вот этот балкон, а вот выше, да они все уже балконы, все уже аварийные. Жалобы о том, что балконы в этом доме на улице Циолковского угрожающе нависают над землей, а швы между плитами никто не залатал, Антонина Челядинова с соседями пишет с осени. Сегодня посмотреть на проблему приехали депутаты городского совета. Говорить по одному жильцам сложно. Недовольны, ничего не делается. Это вот сделали лишь потому, что мы написали жалобу. По нашей жалобе сообщили в департамент и сообщили в ЖЭК. Тогда они зашевелились. Директор управляющей компании уверена, жильцы проблему преувеличивают. Как только потеплеет, они готовы приступить к работам. Здесь произведен профремонт. Частично сделана кровля, карнизные плиты частично сделаны. Сейчас будем заниматься швами и балконами. Другая проблема – это бесхозная территория за домом. Шприцы, бутылки и гадать не надо, что происходит ночью на территории бывшего детского сада. Председатель выездной комиссии по ЖКХ Борис Бондарев пообещал заняться благоустройством этого места. Рядом находится заброшенная территория. Люди жалуются постоянно на то, что здесь вообще какие-то непонятные люди собираются. Ее нужно очистить и какой-нибудь сквер здесь нормальный заложить. Я как депутат этого округа считаю, что этим нужно заняться. А в подвале соседнего дома разгорелись споры до слез. Валентине Черных по ночам спать мешает насос. По ее словам, сейчас его не слышно, потому что работники ЖКХ все отключили. Чтобы доказать свою правоту, пришлось показать – в ее двушке три человека спят в одной комнате. Там, где потише. Вот сын спит 40 лет, вот мама я, а вот тетка. А тут дверь закрываем, мы уходим оттуда. Все углы заложили одеялами, пледами, чем можем. Сегодня депутаты объехали четыре дома и везде свои проблемы. Как обычно, не обошлось без разговора об ОДН. В доме 32-2 по улице Циолковского уверены – цифры в их квитанциях нереальные. Такого потребления просто быть не может. Значит, 70 квартир. По 5 кубов. 350 кубов. Вы видите, капли воды налитых дерева, в подвале где-нибудь есть? У нас утечек нет. Куда она одевается? У нас бассейна нет. Куда уходит вода, энергия и, главное, деньги. Депутаты обещали разобраться с каждым случаем в отдельности. А через полгода приедут проверить, все ли выполнено управляющими компаниями. Наталья Медведева, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Продолжение следует...